Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о важности сбора своих семян. Вторая половина лета – это хороший, благоприятный период для начала подготовки к посевной следующего года, а именно в части заготовки семян. Конечно, кто-то скажет, зачем возиться, если можно пойти в магазин и купить все семена, которые необходимы. Однако здесь есть некоторые нюансы и подводные камни. С одной стороны, сбор своих семян – это дело не такое уж хлопотное и достаточно экономически выгодное. Кроме того, вы всегда будете уверены в том, что вы собрали именно семена того сорта, которые вам необходимы и с достаточно хорошим качеством. У вас будет еще время до посевной кампании или до массового периода покупки семян проверить, являются ли ваши семена качественные, подходят ли они вам для дальнейшего использования. Если что-то случилось, ну, конечно, вы можете пойти в магазин и купить семена снова. А так пользоваться своими семенами очень и очень удобно. Но почему так важно собирать семена именно со своего огорода? Я вам сейчас расскажу. Конечно, все сортовые особенности, например, желтые томаты, красные томаты, крупные, мелкие, еще какие-то, они закреплены, все эти свойства, в генотипе растения, в его генах. И гены эти передаются от поколения к поколению. Если мы имеем дело с сортами, чисто линейными сортами, это не гибриды первого поколения, то в этом случае при создании благоприятных условий, особенно у самопыляющихся растений, таких как томат, перец, баклажан и другие, мы всегда будем уверены в том, что мы получим такие же семена, какими были материнские растения. Для перегрёзно-опыляющихся растений, конечно, здесь есть некоторые трудности. Такие растения, как укроп, салат или другие, они, там, те же тыквенные, тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы, являются перекрёстниками, поэтому здесь есть нюансы и при получении собственных семян их надо соблюдать. У нас об этом есть видео. Все бобовые растения, фасоль, горох, являются самоопылителями, бобы являются не строгими самоопылителями, частично перекрёстниками, однако же и у них свои семена можно получить с большим успехом. Кроме экономической важности и уверенности в том, что вы получите именно тот сорт, который ожидаете, есть ещё один очень важный нюанс. Кроме того, что ценные признаки сортов закодированы и сохраняются в их генах, существует ещё такой раздел генетики, который называется эпигенетика. Эпигенетика изучает то, как внешние факторы влияют на изменение состояния генов, на изменение их активности. Сейчас вы поймёте, почему это важно. Дело в том, что когда происходит половой процесс опыления у растений, размножения у животных, образуются половые клетки. И вот у животных и у человека в этих половых клетках вся информация, накопленная человеком в течение его жизни, о тех условиях, в которых он находился, о тех условиях, к которым приспособилось его тело, эта информация стирается. Поэтому половые клетки не содержат той информации, которая связана как-то с образом жизни носителя этих клеток. Это не связано, конечно, с какими-то элементами вредного образа жизни и так далее. Всё это, конечно, очень влияет на потомство, но через другие механизмы. А мы сейчас говорим об эпигенетике. Вот за стирание вот этой информации, кстати говоря, отвечает фолиевая кислота. Именно поэтому так важно будущим родителям употреблять продукты или употреблять витамины с достаточным содержанием фолиевой кислоты. В отличие от животных и человека, у растений такой механизм стирания вот этой информации, которая была накоплена в геноме, внутри клеток материнского и отцовского растений, отсутствует. Потомки получают всю информацию о том, в каких условиях жили их родители. И потомство очень хорошо приспособлено к этим условиям. И вот теперь представьте, вы, например, живёте в Подмосковье или на Урале, а семеноводство томата было организовано в Молдове. Разумеется, что родительские формы этих семян, то есть те растения, которые дали эти семена, они приспособились совершенно другим условиям, чем будут те, которые вы им создадите в зоне выращивания. И первое поколение после возделывания этих семян, после выращивания, после посева, оно будет не такое продуктивное, оно не сможет реализовать весь потенциал продуктивности, весь потенциал этого сорта. Только второе, третье, последующее поколение, уже когда материнские растения будут приспосабливаться к условиям, в которых они произрастают, только в этом случае вы будете получать хорошие результаты. Это явление очень хорошо известно в агрономии, когда, например, семена зерновых растений, привезенные из южных регионов и высеянные в северном регионе, отличаются от растений того же сорта, но семена, которых были получены в этом северном регионе. Именно поэтому для многих растений, для которых возможно получать семена у себя на огороде, так важно их использовать. Потому что вот эти эпигенетические изменения будут приспосабливать ваши растения именно к условиям не просто вашей климатической зоны, а даже к микроусловиям вашего конкретного огорода. К режиму увлажнения, к режиму почвы, к режиму осадков и так далее, к температурному режиму и тому подобное. Поэтому собирать семена салатов, других зеленых растений, зонтичных растений, таких как укроп, петрушка, сельдерей и другие, бобовых растений, басленовых растений, относящихся к томатам, перцам, баклажанам. Можно даже организовать семеноводство свеклы и моркови. Это двулетние растения, но при всем том можно отобрать наилучшие корнеплоды, сохранить их, высадить и на второй год получить достаточный урожай хороших высококачественных семян, которые будут приспособлены именно к условиям вашего огорода и которые покажут самые лучшие результаты. Поэтому не думайте, что это лишняя трата времени. Потратьте немного времени на сбор своих собственных семян. Делитесь, пожалуйста, в комментариях, какими семенами собственного сбора вы делаете посевы, какие у вас есть успехи, неудачи в этом поприще. Пускай люди широкого круга, наши подписчики, знают о том, как можно хорошо организовать семеноводство на своем участке и какие растения удаются из собственных семян лучше всего. А я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что наш экскурс такой небольшой в эпигенетику поможет вам понять, почему так важно собирать семена у себя в огороде использовать. И вот эти три перечисленные выгоды иметь в своем активе. Всего хорошего.